МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь у нас петрушки, укропи, базилики, тогда следует зелень. Что сделать? Заморозить, конечно, не надо ее засушивать. Тем более не у всех, допустим, есть специальные сушильные печки. Да. И я это предлагаю сделать очень легким, ненавязчивым способом. Итак, у нас сегодня имеется, кстати говоря, мы сорвали даже смородину. Посмотрите, чай какой получится, потрясающий. Мог бы получиться, если бы мы не замораживали. Ну да, мы ее можем посушить, кстати говоря. А вот все остальное мы с вами заморозим. Итак, нам нужно будет убрать стебелечки от наших петрушки, укропа. Далее обязательно мы нарежем очень мелко. Затем разложим их по формочкам и зальем, друзья, оливковым маслом. И поставим в холодильник на сутки. Это все превратится в кубики. Это понятно. Расскажи мне, куда мы потом сможем их использовать. Андрюш, ну куда? Можно в суп положить. Представляешь, в конце ты кладешь в суп кубик из оливкового масла и зелени. Какой будет аромат? И главное, все микроэлементы сохранятся. В первый раз вообще вижу такой способ, если честно. Использовать салати, использовать салати тоже можно. Это прекрасно. Да и просто можно зелень поесть, она же уже будет заправлена оливковым маслом. Главное не перепутать, когда к вам гости пришли, и вы налили стаканчик апельсинового сока, говорят, ахинь-ка мне лед в сок. Ты раз и немножечко добавил петрушки. Ну ладно. Начинай. Я тоже не буду стоять без дела, потому что я вам хочу показать прекрасную альтернативу соусу песто. Думаю, соус песто все знают. Дорого. Но дорого. Согласен. По оригинальной рецептуре все-таки дороговато. А тут на грядке все есть. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы берем укропчик. Укропчик. Всеми нами любимый. Так. Буквально вот так вот стебелечки убираем, они нам не нужны. Ну и вот так вот чуть-чуть еще надрезали. Потому что все это мы в блендер закидываем. Так. После чего возьмем еще немножко укропа. Еще пополам. Закидываем сюда же. И добавляем чеснок. Так как у нас блендер все будет измельчать, нам не обязательно нарезать чеснок мелко. Просто немножко облегчим работу нашему блендеру. Слушай, знаешь, я обожаю, я просто обожаю готовить с использованием продуктов, которые с грядки. Потому что ты можешь прям как на даче это всегда делать. Вот так немножко, может быть, неаккуратно, немножко как-то экспрессивно. А ты знаешь, это, мне кажется, сейчас вот тренд. Пусть и неопрятно, зато натурально. Слушай, причем во всем. Во всем. Смотришь, идет вот мужчина неопрятно, а он в тренде просто. Он в тренде. Смотрите, мы добавили чесночок, добавили укропчик. После этого нам необходимо немножечко посолить, как говорит Анастасия Игнатович, на глаз. На глаз, конечно. Ты умеешь солить на глаз? Я умею, Андрей. Хорошо, посолю и я. Ну ты же сегодня поел уже картошку, но она как была? Пересолена или нет? Ну нет, она, кстати, была в меру. Вот это на глаз, Андрей. Это первый раз, когда у тебя что-то было в меру. Значит, смотрите, после этого мы добавляем оливковое масло. Оливковое масло, ну тут сложно сказать сколько, тут уже... Уже тоже на глаз, Андрей. Да, тут тоже на глаз, главное не переборщить, потому что соус может получиться такой, если немножко, так сказать, жирный. Слушайте, это потрясающе. Вот мне недавно мама, мы приехали на дачу... Сомневаюсь, что это интересная история, поэтому я включу блендер. Я согласна с тобой, Андрюш, я шутить не умею. Да и рассказывать интересную историю тоже. Между прочим, я практически уже трамбовала, по крайней мере, большую часть петрушки, укропа. Сейчас что мы с вами делаем, друзья? Нам осталось только ее залить. С нашей формочки заливаем оливковым маслом. Между прочим, уважаемые хозяйки, вы можете еще использовать и... Алла, Андрюш, да. Еще немножко. Вы можете, вот я сейчас на глаз, и у тебя все идеально получится. Не доливай. Не доливаю. Да, уважаемые хозяйки, вы, кстати говоря, вместо оливкового масла можете использовать топленое сливочное масло. Главное, чтобы оно остыло. И только потом можно будет уже его наливать в нашу формочку. Ну, вкус уже будет абсолютно другой. Другой, но тоже потрясающий. Да, он будет мягкий и потрясающий вкусный. И это нисколько не испортит нашу зелень. Абсолютно. Слушайте, как красиво у нас получается. Так, здорово. Такое ощущение, Андрей, что ты лечишь зубы сейчас. Ну, честно говоря, да. Так и есть. Так и есть. Слушайте, ну, аромат. Ну, аромат, как друзья. Просто я не знаю, как его можно передать. Это потрясающе. У меня тоже получается. Как оно все пахнет. Прекрасно. И вот эти дары природы мы вполне можем с вами использовать зимой, когда будет холодно, минус 40. Очень дорого, когда ты идешь в магазин, эта зелень там стоит порядка 50-60 рублей, какой-то пучок. А тут сдачи, друзья. Петрушку, укропчик, и все это заморожено. Так что, друзья, срывайте или езжайте в гости кому-нибудь из своих друзей. Наверняка с вами поделится. Андрей, ты же сам поделишься зеленью. У меня нет дачи. Я с тобой, Настя, после сегодняшней картошечки поделюсь всем и всегда. Особенно картошкой. Отлично. Ну что, твой соус готов? Расскажи, как ты его готовишь. Смотрите, все очень и очень просто. Берем чесночок, берем укропчик, все это в погружной блендер. Все это перемешиваем, добавляем, точнее, измельчаем. Добавляем оливкового масла, немножко подсаливаем. Ну, тут все, соответственно, по вкусу получается вот такая красота. Получается красота, которую я лично использовал бы вообще ко всему. К мясу, к макаронам, к гре... Да вот просто, знаете, просто на хлеб. Ты не поверишь. Мне кажется, это будет очень вкусно. Пахнет невероятно. Кусочек хлеба у нас есть. Пора намазать, а ты попробуешь? Мы можем даже попробовать. Конечно. А пока ты намазаешь, расскажи, пожалуйста, про свои чудесные кубики. Это кубики, друзья, готовятся очень легко и просто. Тогда я опять тебе это все готовлю, друзья. Да, спасибо. Красота. Ну, сегодня же день какой-то известный... Мужские слабости. Поэтому спасибо большое. Конечно, друзья. Итак, чтобы сохранились все микроэлементы в нашей зелени, нам с вами потребуется просто сорвать нашу зелень. Петрушку, укроп, ее необходимо будет нашинковать, желательно помельче. Разместите ее в формочки для льда. Можно использовать и силиконы, вот есть детские даже. Соответственно, залить это нужно будет оливковым маслом и поставить в нашу морозилку. Помимо оливкового масла, вы можете использовать, конечно же, и топленое сливочное масло. Ну, а если и вовсе сидите на диете, тогда можно и предпочтить воду. Соус. Я что не знаю, какие будут кубики. Кубики. Соус просто невероятный. Мы надеемся, что простые лайфхаки, которыми мы с вами сегодня поделились, придутся к месту на вашей кухне. Я жую, это не очень интеллигентно, поэтому продолжи, пожалуйста, я буду очень благодарен за это.